1 июня стартует летняя оздоровительная кампания. Более тысячи лагерей, примут 122 тысячи детей. Как сегодня идет подготовка к сезону, расскажет Наталья Цепина. Состояние отличное, место хорошее. Здесь мы еще только окна открываем, еще не подтапливали ничего. Как идет подготовка к старту оздоровительного сезона? Сегодня в детском лагере «Солнечный мыс-2» этот процесс инспектирует заместитель губернатора Сергей Нелюбов. Пожарная безопасность. Пожарная безопасность. Свет. Стараемся тоже полностью. Готовиться к летнему сезону начали еще в январе. Аукционы, котировки, закупки. До мая успели провести ремонт в корпусах. Побелка стены потолков, укрепление пола. Сейчас работы в душевых. Медицинский блок полностью обновлен. Особое внимание к безопасности. Уже прошли без замечаний противопожарную и антитеррористическую проверки. В этом году мы приросли значительно в камерах. Установлена новая система видеонаблюдения. По периметру внутреннему и наружному. Плюс по всем корпусам снаружи. 82 камеры у нас установлены. Плюс заключен договор уже на охрану с частным охранным предприятием. С 1 июня в регионе начнут работать пришкольные лагеря с дневным пребыванием. Их в области почти 950. Затем к ним присоединятся 55 загородных оздоровительных лагерей и 9 палаточных. Охватить всеми формами летнего отдыха и занятости планируют больше 120 тысяч школьников. В том числе это ребята в трудной жизненной ситуации, дети участников СВО, работников оборонно-промышленного комплекса. Приезжают не только дети с наших регионов. У нас же приезжают с Луганской народной республики, с Донецкой дети. В этом году у нас оздоровление будет проходить 650 детей. Это в Зеленой республике и в Держинце. Дети выезжают на зоопарк, дети выезжают на теплоход. Различные, где нас приглашают, нас везде ждут. К нам приезжает много гостей, и театры приезжают, и всякие квесты проводят, игры. На подготовку к сезону детского отдыха в этом году в Новосибирской области средства выделили значительные. Это вопрос связан с организацией питания, материально-технического обеспечения, консолидированный бюджет региональный, областной, муниципальный бюджет. Это, если быть точным, в общей сложности миллиард 100 миллионов рублей. Но если вот из этой суммы говорить о средствах, которые выделены решением губернатора на материально-техническую базу лагерей, то в этом году это порядка 500 миллионов. Ежегодно сумму на эти цели увеличивают. Все для того, чтобы дети провели лето в комфорте, безопасности и вернулись домой отдохнувшими и здоровыми. Сегодня в лагере продолжаются работы по благоустройству. Готовность 95%. И время еще есть. Первый заезд состоится 2 июня. Наталья Отсопина, Евгений Павлов. Новости ОТС.